Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Западной Армении Арменак Абрамян представил в Париже книгу «Армянский вопрос» на мирной конференции. Посол. С момента установления дипломатических отношений Япония реализовала в Армении множество проектов. Дивегация во главе со спикером парламента Армении отбудет в Москву. США оставят 400 военных в Сирии. Пережившая геноцид 106-летняя арменка скончалась в Аргентине. Армянская национальная киноакадемия присудит 12 накратных заимоний награждения Анаит. 22 февраля президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян представил в Париже свою недавно изданную книгу. Армянский вопрос на мирной конференции. Впервые общественности были представлены систематически и более подробно армянский вопрос, правовой статус Западной Армении, позиции и решения союзных держав во время мирной конференции. После презентации книги президент Арменак Абрамяна с удовольствием ответил на многочисленные вопросы. Более подробную информацию о презентации книги и всего вечера мы представим в наших ближайших передачах. С момента установления дипломатических отношений Япония реализовала в Армении множество проектов. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Японии в Армении Джун Емада в интервью агентству новости Армении News.am. По его словам, проекты в основном реализованы через ОПР, официальную помощь в целях развития, которая включает в себя кредиты, грантовую помощь и техническую поддержку. В 2016 фискальном году Япония в общей сложности предоставила Армении 436,76 миллиона долларов в рамках ОПР. Дипломат напомнил, что важной основой сотрудничества является предотвращение стихийных бедствий. Обе страны периодически страдают от стихийных бедствий, и мы очень тесно сотрудничаем с Министерством по чрезвычайным ситуациям Армении. В 2008 году мы предоставили 28 пожарных машин для города Ереван, а в этом году еще 39 пожарных машин будут предоставлены Ларийской, Ширакской и Сюникской областям. Еще один проект для улучшения связи и повышения осведомленности общественности будет реализован в этом году. 7 декабря прошлого года я посетил Спитак для участия в торжественной церемонии памяти жертв спитакского землетрясения 1988 года. Мы очень глубоко тронуты и благодарны за теплую поддержку армянского народа во время большого землетрясения восточной Японии в марте 2011 года. Сотрудники спитакского филиала МЧС, которые в прошлом посещали Японию для обучения в рамках поддержки ЧИЦА, проявили инициативу и установили красивый хачкар в память жертв Японии, рядом с памятником жертвам спитакской трагедии, отметил Джун Емада. Делегация во главе с председателем Национального собрания Армении Раратом Мерзояном 25 по 27 февраля с рабочим визитом будет находиться в Москве по приглашению председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. США, объявившие ранее о полном выводе войска Сирии, намерены оставить в стране до 400 военнослужащих, причем убеждают европейских союзников разместить там до 1500 военных, сообщило агентство Reuters о ссылке на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, 200 военнослужащих США разместятся на северо-востоке Сирии в качестве миротворческой миссии, еще 200 в зоне избежания конфликтов в Ат-Танфе, причем на северо-востоке они будут частью европейской миссии численностью от 800 до 1500 человек. Представитель администрации добавил, что США ведут консультации с европейскими союзниками относительно такого контингента. В возрасте 106 лет в Аргентине скончалась одна из последних очевидец геноцида против армян Лусине Береджиклен де Хачерян. Как сообщает армана аргентинское издание «Пренса Армения», практически всю свою жизнь Береджиклен прожила в столице Аргентины Буэнос-Айресе и была по документам Лусине Береджиклен. Родилась в 1909 году в городе Айнтап, ныне Газинтеп. В годы геноцида против армян семья Береджиклен бежала в Сирию. В изгнании она потеряла мать, а спустя годы отца. Лучше не вспоминать геноцид. Невозможно спать из-за этих воспоминаний, сказала Лусине в своем интервью аргентинскому изданию «Калорин» в 2015 году. В Аргентину Лусине Береджиклен вместе со своими братьями и сестрой переехала из Сирии в 16-летнем возрасте, передает РусАр.Инфо. Вторая национальная кинопремия «Анаид», которая будет транслироваться в прямом эфире общественного телеканала 16 апреля, будет присуждена в 12 номинациях. Об этом заявил 22 февраля на пресс-конференции Арутюн Хачатрян, член президентства Национальной киноакадемии Армении. 16 апреля имеет важное значение для армянского кино, и мы скоро обратимся к правительству, чтобы утвердить этот день как день армянского кино, отметил Хачатрян. Награды вручаются в 12 номинациях. Конкурсные заявки принимаются с 22 февраля по 11 марта. Заполнить заявку также могут члены Академии кино. Церемония награждения «Анаид» проводится Национальной киноакадемией Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию зума-зума-кометас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!